Мировая история наука точная Ах да, простите, с 18 века Россия Знаете ли вы, что россиянам многое недоговаривают? Взять, например, фразу, которая звучит как «Путин поднял Россию с колен» А ведь полная версия изречения такова «Путин поднял Россию с колен и поставил раком» Видите, от этих недомолвок одни сплошные конфузы Особенно в отношении Украины Некоторые граждане Российской Федерации Те, у которых мозг подключен прямо к телевизору Говоря об Украине Предпочитают использовать в речи альтернативные топонимы Такие, как, например, «Окраина» или «Малороссия» Если бы эти люди знали истинный смысл данных названий То очень бы удивились А пока россияне употребляют название «Малороссия» С покровительственной усмешкой Делая ударение на приставку «мало» Да уж, россиянам явно многое не договаривают А теперь серьезно Может, расставим уже все точки над «йо»? Историческая справка Названия «Малороссия» и «Велика Россия» Связаны с разграничением территории Руси Начального и позднего расселения Киевская Русь, расширяясь на север и северо-восток Колонизировала новые земли Образуя в конечном счете Русь вторичную Новоколонизированную Названную из-за больших территорий Великой Русью На языке древних русов, как и в современном украинском языке «великой» означает «большой» В мировой истории обычной практикой было называть Завоеванные территории с приставкой «великий» Например, существовала Малая Греция, Эллада И Великая Греция, Южная Италия и Сицилия Великая Германия, захваченные земли за Одером Велика Польша, Великая Моравия, Великая Скифия Великой территория Новой Руси названа по такому же принципу Изначальная же Киевская Русь, метрополия Со временем стала называться «малой» Другими словами, территория современной России Это колония Киевской Руси Называя Украину Малороссией, граждане Эрефии По сути признают Киев исконной изначальной Русью То есть Россия – это как бы бывшая колония Украины А вы разве не знали? Москва – это глубинка Малороссии Не зря, наверное, Владимир Владимирович так бесится Ненавидя все украинское Как, впрочем, и многие топ-менеджеры России до него В допетровскую эпоху все украинские города были украиноязычными А вот с Петра началось систематическое уничтожение украинского языка и государственности Длящиеся более двухсот лет в истории российского царизма Не могли они и до сих пор не могут смириться С существованием свободолюбивой, истинной и исконной Руси Украины В историю вошел тайный циркуляр министра внутренних дел Петра Валуева Запретивший издание украинских книг Позже этот циркуляр был узаконен Александром II в Эмском указе Ограничивающим использование и преподавание украинского языка Высокие российские государственные мужи XIX века договорились даже до того Что украинского малороссийского языка не существует в природе А между тем Владимир Даль в 1861 году назвал главный труд своей жизни Толковым словарем великорусского наречия русского языка Обозначив тем самым тот факт, что язык Великороссии был своеобразным суржиком Наречием русского языка Исконно русского, коим может считаться язык украинский Как наиболее сохранивший в себе все богатство древнего языка русов Император Александр II, известный украинофоб Не мог позволить себе признание подобного факта Поэтому издание словаря было приостановлено Однако позже печать решили возобновить Заменив титульный лист на новый с другим названием Тем, которое известно нам сегодня Благодаря такой цензуре постепенно великорусское наречие Суржик стало именоваться языком Оригиналы сигнальных экземпляров словаря с первоначальным названием засекречены А упоминание о первом названии вымарано почти из всех источников Однако библиографический труд авторства Григория Геннадия Изданный в 1876 году Упоминает словарь Даля с его первоначальным названием Толковый словарь великорусского наречия русского языка И действительно, ненаучно было бы называть языком Крайне разноликие финно-славянские и тюрко-славянские говоры России Ибо в основе их лежали вовсе не славянские этносы Даже при беглом взгляде на казалось бы родственные языки Понимаешь, что один язык здесь явно не славянский Русские вообще все вокруг себя называют славянским Чтобы потом все славянское назвать русским Карл Чапек сказал это еще сто лет назад Ну а что же насчет Украины? Вопреки иллюзиям Путина, ничего сложно сочиненного тут нет В украинском языке русское слово страна переводится как краина Краиной или Украиной у древних русов именовалась отдельная земля племени Это сакральное название, обозначавшее родную землю, навечно укоренилось в сознании народа А слово окраина, как мы уже выяснили, больше подходит Москве Она у нас глубинка Малороссии Украина же ни семантически, ни фактически никакой окраиной Российской империи никогда не была И все время претендовала на полную государственную независимость Из-за этого употребление слова Украина в царской России было запрещено А когда чиновникам стало ясно, что это слово нельзя не уничтожить, не стереть из памяти украинцев Было решено его просто дискредитировать И как раз тогда не самые просвещенные досужие мещане Стали применять аммоним окраина к названию Украина Конфуз, однако, откуда же русским мещанам было знать о ипатьевских летописях Где в 1187 году впервые появилось упоминание об Украине Сами-то мещане не в курсе даже того, что из московитов они стали русскими лишь в 1721 году Подняв над головой триколор провинциального московского царя А между тем все желающие могут полюбоваться на украинские государственные символы Изображенные на картине Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану, написанной 130 лет назад Это два свернутых украинских знамени Желто-голубое и черно-красное Илья Репин изобразил бандеровские символы в эпизоде событий 1676 года Отличный сюжет для Live News и Первого канала Ведь если присмотреться, можно заметить на картине и визитку Яроша А почему нет? Ведь российские мещане все схавают Если даже просвещенное мещанство при Петре уверовало в то, что они потомки русов То что уже говорить о нынешних? Прихотью Петра, насмотревшегося на богатую историю и просвещенную Европу Было предание Москве хоть какой-то иллюзии страны с приличными корнями И решил Петро Первый назвать Москву метрополией Присвоив своей провинции историю древней Киевской Руси И московиты поверили Но не об этом речь Агрессивная политика царизма так и не смогла денационализировать украинцев И растворить их в общерусском море Украина была, есть и будет А правителям РФИ еще долго придется мириться с этим фактом и кусать локти Если, конечно, сама Россия не накроется в самое ближайшее время половым органом бабушки Наверное, ждать осталось недолго Ведь Новороссии уже наступил ожидаемый и такой феерический пи***ц Москва – это глубинка Малороссии Покажите это Путину Пусть повторит историю Пока ему не открутили половой орган дедушки Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»